Если мы в конце настилаем на полной покрытии, как вопрос решить с плинтусом? Есть какое-то решение? Допустим, у нас есть полиуретанный клинтус, который красится, а по краске у нас все-таки было в чистовых работ, и плюс он соединяет. Я поняла, плинтус-оклинтус к синим. Он на пол укладывает, самое главное. Он же после пола только может. На поле плинтус, он после пола должен. Здесь обычно подстилают небольшой кусочек пленки, клеят плинтус, прокрашивают его. Вообще, не очень люблю плюуретанный плинтус, к сожалению, у него есть одна неприятная особенность. У нас был коттедж в Уптено, и случилось так, что хозяин пригласил в день, ну то ли мальчишник, то ли праздник, не знаю, что там было. Ну, в общем, было какое-то мужское мероприятие. В итоге ребята разошлись и начали мериться силы. Там у него какие-то там гантели, спортивные тренажеры и несколько досок просто вот, ну, покоцали. Жена приехала из отпуска на этот момент, а вот цвет обнаружила. Вот вызывает нас. И полиуретановый плинтус, который приклеим, мы практически ничего сделать не можем, потому что, отрывая его, мы будем его ломать. И стены будем портить. Стены будем портить, обои оторвутся, потому что обои тоже приклеиваются, они приклеиваются, чтобы потом подрезаться аккуратно, но они все равно контактируются с этим плинтусом. Вот. Но без снятия полиуретанового плинтуса мы не можем от края разобрать, вытащить эту доску. Ну, то есть, геморрой был жуткий. Надо было, значит, натуральный диригантный плинтус. Да, на этот вариант на сегодняшний день аналогом полиуретанового плинтуса появилось тоже большое разнообразие по шаре, не как по профилям. Появился ХДМ плинтус. Он внешне выглядит как полиуретановый, но у него есть шина. Шина придежно крепится к стене, защелкивается этот плинтус, и все. Вопросов больше нет. Чем это удобно? Если что-то с этим случится в процессе ремонта, или вы захотите что-то переделать, вы просто снимаете этот плинтус. Нет вот этой проблемы с полиуретаном, который отламывается, открывает обои и ровет стенку. То есть вот так. Так, ну это... То есть в этом случае получается плинтусам отоклеить уже после напольного покрытия? Конечно. Ну они же не катятся, поэтому в этом плюс. Если в отличие от полиуретана. Когда мы говорили об обочинном плинтусе, мы говорили, что сначала покраска, потом обои и другие чистые работы. Поэтому нам очень важно было полиуретан до обоев приклеить. Поэтому, соответственно, сначала напольный покрытий, потом полиуретан, потом обои. Вот. В этом случае, если мы используем не полиуретан, вот этот плинтус, а тот, который не требует окрашивания, это мы можем уже в конце все застилать. Но, понимаете, вот как бы в зависимости от того, какие будут материалы, немножко процесс меняется. На этом случае я вам сказала правило. Пленку их застилают в полы. Не больше двух людей. Если эти полы пролежали под пленкой, а больше двух людей, можно готовиться к неприятностям. Ну, не все, конечно, ведут авторский надзор, но вот Женя, я знаю, что следит за качеством, мы как бы вот это все смотрим. Но, с моей точки зрения, заказчику было бы удобнее, чтобы один человек, задавая проект, вот мне бы, мне было бы удобнее, чтобы как бы вот, чтобы один человек отвечал за все. Но, как заказчик, я бы согласилась бы на работу. Ну, у всех, конечно, разные взгляды.